Всем привет! Сегодня поговорим как на тюнере OpenBox MicroSD смотреть Т2 канала. Это хоть и спутниковый канал, но на нем можно смотреть и Т2. Для этого нужно оригинальное устройство OpenBox T2 Stick. Он подключается к USB разъемам к спутниковому тюнеру. Здесь есть антенный вход Т2 и через USB разъем можно смотреть Т2 каналы. Сейчас я вам покажу как это все подключается и как это все настраивается. Так что поехали смотреть. Итак, сейчас мы соберем спутниковый тюнер OpenBox. Для начала подкручиваем инфракросный датчик, чтобы можно пультом управлять. Дальше мы подключаем наш блок питания. Чтобы было питание. Потом подключаем спутниковую антенну. Посмотрим, здесь можно смотреть и спутниковое ТВ. Потом дальше берем наш стик, который докупается отдельно. Потому что когда люди начали приходить к Т2 тюнеру на Т2 телевидение, вот выпустила компания OpenBox вот такие стики, чтобы смотреть Т2 телевидение. Подключаем Т2 антенну и наш тюнер превратился к комбо ресивер. Но одно я хочу сказать, что только здесь, если у вас наружная антенна, типа польской, сам тюнер питания не дает. Поэтому нужно подключать отдельный блок питания. Но у меня на данный момент сейчас нет блок питания. Так что пользуемся. Ну и подключаем к телевидению. Вот это единственный недостаток, что тюнер сам питания не дает. Ну, я думаю, это не проблема. Эти блоки не очень дорогие. Итак, чтобы отсканировать Т2 каналы, нужно выбрать галочками, какая вас частота интересует в вашем регионе. Или можно выбрать все и отсканировать полностью все каналы. Сканируется это желтой кнопкой. Как я и говорил, у меня наружная антенна. Поэтому нужно... А, наружная польская антенна. Поэтому нужно подключать отдельный блок питания, так как сам тюнер не дает питания. Ну, а у кого комнатная антенна или какие-то другие антенны, можно свободно подключать антенны с усилителем и смотреть. Или комнатные, если рядом далекая телевышка, оно работает без проблем. Ну, а так выбираете свои частоты. Вот, какие вас интересуют. И сканируете. Можно поудалять все частоты, оставить, которые вам интересно, чтобы было быстро. И выбираем, какой канал. Сетевой поиск включаем, выключаем. Режим поиска. Кодированный канал включить, выключить. И желтой кнопочкой все это сканируется. Вот, можно посмотреть кнопкой инфо уровень сигнала, чтобы вдруг настроить антенну. Также есть вот такая стрелочка. Здесь можно настроить запись телепередач. Как вы видите, вот на пульте есть кнопка остановить, включить запись. И можно все это красной кнопкой записывать. И смотреть телепередачи в записи, которые вас интересуют. С данных частот все выбрать, что вы хотите записывать. Данный стик тоже только подходит оригинальный, нужно openbox. И он работает только с этими тюнерами. Ну и еще здесь есть установка кабельного ВТВ. Тоже нажимаем здесь установку. Выбираем зеленой кнопкой добавить. И выбираем частоту, на которой ваш оператор пускает сигнал. Выбираете свою частоту и нажимаете сканировать. И сканируется тоже кабельное ВТВ. Вот так настраиваются кабельные и Т2 каналы. Так что неплохое устройство. Спутниковый, хоть и спутниковый тюнер, но можно его превратить и в комбо. И смотреть и Т2, и спутниковые каналы. Ну и кабельные. Так что вот так. Вот. С помощью этого стика можно его подключать к тюнеру. И смотреть бесплатно Т2 каналы. Ну всем спасибо за просмотр. В будущем видео я вам расскажу о Android приставке от компании Openbox A7. Так что подписывайтесь на канал. Скоро выйдет следующее видео. И всем пока-пока. До новых встреч. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok